Привет всем моим подписчикам, а также гостям моего канала! С вами я, Мартина Эстер, и сегодня я подготовила для вас вторую часть видео об интересных и обманчивых словах в польском языке. Если вы нажмёте здесь, то вы перейдёте на первую часть данного видео. Итак, поехали! Слово «чашка»! Что же тут обманчиво? Вроде бы чашка, всё понятно, это чашка, из которой пьют чай. Но нет, в польском языке «чашка» имеет совсем другое название. Чашка – это череп, а саму чашку, из которой мы привыкли пить разные напитки, можно назвать кубек или же филижанка. Данное слово может показаться очень смешным, но смешного тут ничего нет, поляк даже не засмеётся. Это слово «каки». Что же такое «каки»? «Каки» – это обычная хурма. Дальше идёт у нас также очень смешное для нас слово. Это слово «пукач». Но что же такое на самом-то деле «пукач»? «Пукач» – это стучать. Когда я учила одежду на польском языке, то, прочитав данное слово, я была в недоразумении. Это ошибка или... Оно так и есть на самом-то деле. Это слово «адидасы». «Адидасы» в польском языке обозначают обычные кроссовки. Кроссовки не только фирмы «адидас». И, как видите, данное слово ничего не имеет общего с названием фирмы «адидас». Слово «козаки». Ну, вроде бы ж, обычные казаки, ничего сложного. А «козаки» – это высокие сапоги. Следующее слово может вызвать путаницу у русскоговорящих людей. Это слово «пенсия». Но «пенсия» – это не «пенсия». «Пенсия» – это «зарплата». А само слово «пенсия» в русском языке будет звучать в польском как «эмеритура». А слово, которое я назову сейчас, может вызвать путаницу у украинцев. Почему же? Потому что данное слово звучит как «дружина». Вы думали, что я сказала его на украинском языке? Нет. «Дружина» – это слово звучит так на польском. И переводится оно на наш язык как «команда». А само слово «дружина», то есть «жена» звучит как «жена». Вот напридумывали лишь в поляке слов, чтобы нас запутать. Это слово «дыня». «Дыня» – это не обычная дыня, а это тыква. А сама «дыня» будет звучать как «мелон». Данное слово поляки очень часто используют в разговоре. Это слово «гадач». И ничего общего со словом «гадать», например, «гадать» по руке, тут нет. «Гадач» – это обозначает «болтать». То есть можно сказать «погадам и стопам кушней». «Поболтаем с тобой позже». И данное слово я советую вам выучить и использовать его в своем разговоре. А само слово «гадать» будет «кружить». И последнее слово на сегодня – это слово «кавер». «Кавер» – это не «кавер». «Кавер» в польском языке будет звучать как «дыван». «Кавер» – это «игра». Это были все 10 слов на сегодня. Как видите, с первого взгляда польский язык может показаться достаточно легким, но в нем существует столько слов, которые могут вызвать у вас путаницу. И данные слова можно и нужно просто выучить. С вами была я, Мартина Эльстер. Если вам понравилось данное видео, то ставьте ваши большие пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, переходите на первую часть данного видео. И всем пока! Пока!